Расширение для Chrome от Letyshops.ru напомнит о кэшбэке перед покупкой в более 700 популярных магазинах и оповестит вас о проблемах с получением кэшбэка. Получи повышенный кэшбэк на 30%. Смотри в описании. Всем привет в самом начале года. Если вы еще помните это, я вам обещал, что на канале будут обзоры не только смартфонов, но и других гаджетов. В частности, у меня уже был один планшет, назывался он Honda V919 Air. И он оказался для меня полнейшим разочарованием, потому что он дико тротлился. Сама идея Windows планшета, вернее планшета с Dual Boot мне очень понравилась. И я с тех пор хотел взять планшет исключительно на винде. И вот наконец-то мне это удалось. Потому что компания Xiaomi, фанатом, диким фанатом которой я являюсь, выпустила не так давно два планшета Xiaomi Mi Pad. Меня душила жаба, душила. И я все никак не решался себе его купить, заказать. И вот наконец-то это дело свершилось. Магазин banggood.com предоставил мне скидку на этот планшет, и я решил его купить. Посмотрим же, что внутри находится. Вот в такой упаковке приходит. Обожаю упаковку Banggood. Они всегда упаковывают вещи, как вообще от ядерного взрыва как будто спасают. Внутри у нас должен быть планшет. Мы попробуем запустить. Естественно он не запустится, потому что он разрядился, да? Нет, запустился. В комплекте помимо планшета находится юзер-мануал полностью на китайском языке. USB-шнурок USB Type-C. Зарядное устройство с выходом 5 вольт 2 ампера. Планшет уже прогрузился. И все, пожалуй. У меня золотистая версия планшета. Чувствуется в руках офигетительно. Несмотря на то, что планшет работает на Windows 10, у него снизу также находятся навигационные клавиши меню домой-назад, как на андроиде. Клавиша посередине открывает меню пуск. Клавиша функциональная запускает картану. А кнопка назад возвращает назад. Но пока планшет ощущается прикольно. Оперативной памяти использовано 2 гига. Мне кажется, для Windows планшета это будет очень мало. Постоянной памяти 64 гига, и она не расширяется. Это тоже большой минус. Например, у меня была Honda V919 Air. Там было 32 гига собственной памяти. Но поскольку у нее был 2 лбу, там еще система Android что-то отъедала. И порядка 17 гигов было доступно. Поэтому после установки всех необходимых приложений, просто повседневных, вроде браузера, необходимых драйверов, какого-нибудь плеера, уже, считай, ничего не осталось. Там 2-3 гига на твои нужды только остается, и все. Но там память была расширяемая, поэтому можно было вставить флешку и пользоваться планшетом в свое удовольствие. Как здесь будет происходить, пока непонятно. Тем более, здесь находится, смотрите, USB Type-C. Так что, если я захочу сюда подрубить OTG, мне нужно докупить отдельно OTG кабель с USB Type-C. Мои OTG сюда вообще не подойдут никаким образом. Где такой OTG взять в городе, хрен его знает. Ну и, само собой, самый главный недостаток это его цена. На первый взгляд, минусов много, но есть и бесспорные плюсы. Во-первых, это, конечно же, процессор Intel Atom X5 Z8500 с тактовой частотой до 2,2 ГГц. Это четырехъядерное решение со встроенной графикой Intel HD Graphics 7-го поколения. Если я не ошибаюсь, могу ошибаться, надо потом перепроверить. На данный момент это один из наиболее передовых интеловских процессоров мобильных, и он довольно производительный. Поэтому для повседневного использования, вроде браузинга и казуальных игр, я думаю, должно хватать. Во-вторых, это материалы корпуса и размер самого планшета. Смотрите, его можно даже держать одной рукой при желании. И теперь по спорным, на мой взгляд, моментам. Процессор Intel, конечно же, дело хорошее, довольно производительное и все такое, но есть и обратная сторона медали, вроде троттлинга. Например, Honda V919 Air тоже был вполне неплохим, в бенчмарках показывал вообще зверские результаты, но у него был очень злой троттлинг, поэтому из-за троттлинга пользоваться планшетом было невозможно. Как здесь будут дела обстоять, я пока не знаю, я только впервые получил, поэтому в полном обзоре, естественно, я покажу вам тест на троттлинг. Второй спорный момент – аккумуляторная батарея. 6200 мАч, мне кажется, маловато, тем более для такого разрешения. Экран, кстати, 7,9 дюймов, но с разрешением Retina. Это 2048 на 1536 пикселей. Камеры здесь, кстати, две, основная камера на 8 мегапикселей, а фронталка уже на 5. Ё-моё, смотрите, вообще не хочет фокусироваться. Автофокусировки никакой нет. Есть фокусировка по тапу. Очень долго фокусируется. Так, вот теперь фронталка. Раз, два, три, четыре. Ноги вместе, руки шире. Смотрим, как снимает фронталка. Один, два, три, четыре, пять. И, главное, нам звук, как он пишет. Вот. Такие дела. Внутренней памяти, кстати, реальных 57,2 гига из 64. И из этих 57,2 доступно всего лишь 42,9 из коробки. То есть я только включил планшет, ничего еще не установил, а у меня уже 42 гига свободных. Из 64. Честно сказать, пока я не вижу, за что я отдал 300 баксов почти. Так что нужно смотреть, нужно тестировать, нужно пробовать в полевых условиях. Возможно, здесь действительно старая версия винды стоит. Нужно обновить драйвера, нужно обновить саму операционку. И посмотреть, как уже планшет будет себя вести в реальных условиях. На этом все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте оценки этому видео, заглядывайте на второй канал и пользуйтесь кэшбэк-сервисом Letyshops.ru, который позволит вам экономить на ваших онлайн-покупках. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok